Здравствуйте, друзья! Сегодня мы разберем новый обширный прогноз знаменитого астролога Константина Дорогана и расскажем вам важнейшие тезисы, события и даты будущего, а также о том, что говорят звезды насчет перспектив России и Украины на ближайшие три года. Назовем точный период, когда и чем все это закончится. И если вы смотрите это видео уже спустя два года после публикации, то есть примерно в 2026-2027 году, напишите в комментариях, как точно Константин Дороган описал путь к этому времени и сами события, что в будущем или уже в вашем настоящем должны произойти. В одном из предыдущих выпусках о прогнозах астролога Дорогана мы уже кое-что рассказали вам о том, насколько изменится мир к 2040 году. Но так как многие из вас не любят переходить от видео к видео, ищут всю информацию здесь и сейчас, самое важное о будущем мы все же повторим, составив своеобразную хронологию приближающихся событий. 2024 год – это последний год в так называемом переходе через рубеж Водолея. Согласно данным Дорогана, преодолев этот важный период, мир по-настоящему обновится, и возврата к прежней системе ценностей и управления больше не будет. Многие астрологи не стесняются называть этот период крахом глобализма. Знаменитый медиум Вольф Мессинг называл это наступлением нового мирового порядка. Почти пять лет назад мы так и назвали свой ролик, в котором описывали пророчество Мессинга о будущем. И, как видите, все сбылось. Хотя тогда в целом ничего не предвещало таких перемен. Кто знал, во что превратится современная Америка, никто и подумать не мог о таком. А сегодня некогда цветущие города, тот же самый Сан-Франциско или Нью-Йорк, да и многие другие, стали похожи на самые неблагополучные места планеты, олицетворяя низкий уровень развития и порядка. Повсюду разруха и разгул преступности, низкий уровень образования. Если раньше в Бруклин, второй по популярности район в Нью-Йорке после Манхэттена, стремились попасть, как в райское место все подряд, то сейчас оттуда стремятся уехать на родину, и русские, и даже украинцы, что о многом говорит. Наверное, не зря в переводе Бруклин означает неровная земля, и ровно там существуют сейчас только те, кто уже давно находится в горизонтальном положении. Остальные выкручиваются как могут, и этот уровень жизни едва ли понравится тем, кто находится в поиске счастья, комфорта и благополучия. В ближайшие годы, согласно астрологическим прогнозам, над США нависнет угроза глобального экономического краха. И в предыдущем ролике о ясновидящем из Америки Брэндоне Бигсе, который точно описал за три месяца до события покушения на Трампа, мы услышали тот же самый прогноз. Он конкретно заявил, что при следующем президенте Америки ее ждет тяжелейший исторический период. Крах экономической системы, которая отразится на каждом, это будет нечто грандиозное, согласно ведениям Бигса. Астролог Константин Дороган, предсказавший пандемию и конфликт между Россией и Украиной еще до 2014 года, заявил, что считает мировую войну уже начавшейся. Разница лишь в том, с какой даты начинать этот отчет. На своем официальном сайте по теме Дороган пишет, цитата, «Я отчитываю с большого креста с участием Плутона, Урана, Юпитера и Марса в кардиальных знаках весной 2014 года, что привело к вооруженному прозападному перевороту на Украине и сделало дальнейшую войну Запада и России просто неизбежной. И мы сейчас уже в горячей фазе этой мировой войны». Конец цитаты. Астролог уверен, что современной Украины есть не что иное, как западный проект по превращению бывшей у СССР националистический анклав с героизацией военных преступников. Что ошибка России в том, что вовремя не остановила этот проект, шла на переговоры и доверяла тем, кому нельзя было доверять. Но то, как поступил лидер страны в феврале 2022 года, стало толчком к событиям, которые вот-вот произойдут и которые были предсказаны уже давно. А именно, и звезды, и положение планет указывают на то, что курс страны приведет ее к потрясающе положительному финалу. В итоге все вопросы по конфликту России и Украины, заявил Дороган, будут решены не позднее 26-27 года. А именно, конфликт окончательно завершится со следующим финалом. Украина будет поделена между Западом и Россией. Договариваться о таком переделе земель будут, скорее всего, Москва и Вашингтон. Киеву в таких переговорах уже слова не дадут. Да и сами люди из-за огромной ошибки, доверив страну в руки слабого и ведомого лидера, уже настолько настрадались, что готовы во что бы то ни стало быстрее закончить данный конфликт, который никому не нужен, кроме так называемой третьей страны, что готовилась к нему уже давно. Многие ясновидящие уверяют, текущие войны завершатся скоро и потом. Мер ждет долгий период осознавания и примирения, спокойное и тихое время. Но астролог Дороган уверен, в ближайшие десятилетия ни о каком покое и мире на планете речь идти не может, так как в 2020 году случилось редчайшее астрономическое соединение трех планет – Сатурна, Юпитера и Плутона, трех медленных, проходящих знак зодиака более чем за год, две планеты из которых с функцией создания стрессов и испытаний. В астрологической интерпретации это означает, что, по крайней мере, в ближайшие 30 лет масштабные стрессы и испытания не прекратятся. Все это касается и политики, и мировой экономики, где все люди мира составляют своеобразную переплетенную цепь торговых потоков и распределение ресурсов. И стало быть, только самостоятельные страны, какой сейчас практически в полной мере становится Россия, смогут миновать глобальные проблемы и испытания, которые еще надвигаются. А вот Европа находится в самом незащищенном положении, и все негативное, о чем рассказывают провидцы – и экономические кризисы, и политические проблемы, и катаклизмы – все это так или иначе коснется те земли. О Европе, астролог пишет. Ухоженная, цивилизованная, демократичная Европа, такая, какой мы ее помним по эпохе конца прошлого столетия, навсегда уходит в ностальгическое прошлое. То, что неспешно приходит ей на смену, не выглядит ни стабильным, ни благополучным. Конец цитаты. В сентябре 2014 года Константин Дороган написал, цитата, «Безусловно, опасным для всех моментом являются 23-25 годы, когда процесс переустройства мира примет действительно глобальный интенсивный масштаб, а международное право образца последнего столетия прекратит существование». Он пояснил, что пик событий придется на период 23-25. Далее будет найдено решение по разделу. Такого мнения придерживаются и многие другие астрологи, например, известные во всем мире индийские гуру астрологии Абиги Анант. Дороган еще 10 лет назад, составляя прогнозы Украины, писал, что фактическую независимость от Киева получат не только известные сейчас регионы – Донбасс и Крым, но и ряд других. Крым в Украину не вернется, и окончательные точки в государственном перевороте 2014 года будут поставлены в 26-27 годах. Решающая фаза конфликта произойдет уже в 2024 году, то есть до конца года многие вопросы будут урегулированы. Астролог заявил, что в будущем жители Украины могут рассчитывать на благоприятный исход. Цитата. «Украина будет другой страной, с другими границами и с другим государственным устройством. Некоторая часть Западной Украины будет вести фактически независимую внешнюю политику в виде региона с особым статусом или отдельного государства враждебного РФ». Конец цитаты. Между Россией и Украиной после окончания военных действий на протяжении 10-14 лет будут складываться новые добрососедские отношения. Уже к середине века мы вернемся к положению братских народов. Все будут понимать причины и следствия уходящего конфликта. В Украине с приходом нового лидера начнется самостоятельное развитие с опорой на Россию. И не только Украина найдет защиту в огромной стране. Вокруг России объединятся многие государства, она станет настоящим центром и вскоре превратится в мощнейшую сверхдержаву. Цитата. «Запад Украине вовсе не друг. О ее территории люди интересны только как арена боевых действий, в которых умирать будут не европейцы. Но делать это принуждают нас именно ради сохранения их уровня жизни. У меня осталось много знакомых, соседей, одноклассников, сослуживцев на Украине. Так что точно знаю, там большинство это тоже прекрасно понимает. Многие просто ждут, когда все закончится и когда снова можно будет говорить без страха репрессий. Если говорить о прогнозе, то в результате этих военных действий раскул в украинском обществе, который раскачивали минимум с первого Майдана, станет уже не только политическим, но и официальным, географическим. Часть отойдет под польское влияние и потеряет самоидентичность со временем. Часть останется нашими людьми, что в свою очередь запустит процессы встречной миграции несогласных из этих разных регионов». При этом астролог говорит о неком перерождении человеческой цивилизации в период вступления в Эру-Водалье. А промежуточный этап будет выглядеть как борьба за выживание в новом мире. Многие будут не готовы потерять огромные капиталы. Например, корпорации, которые долгие годы держали мир в руках, начнут понимать, что им сложно вклиниться в этот порядок, который не основан на их правилах, а основан на общих ценностях, справедливости и поиске компромисса. Те, кто привык приказывать и доминировать, поймут, что деньги не всё решают, что не всех можно купить. Последние десятилетия люди всё чаще стали говорить о том, что в будущем государства исчезнут, и на их место придут некие надгосударственные образования, которые будут держать весь мир, все государства в своих руках. Дороган уверен, что это не что иное, как очередной западный проект, когда официально власть над всем миром будет сосредоточена в руках корпораций и над олигархов. Но такое не устраивает большую часть мира, и поэтому подобный проект с треском провалится, как и многие идеи западного мира порядка. Централизовать всю власть в своих руках через мировую банковскую систему не получится, и тогда у них возникнет очередной этап принятия, что сильные тут не только они, что так или иначе придется договариваться, потому что мировыми правителями они не станут. И максимум, на который можно рассчитывать, это приказывать своим. Цитата Дорогана. Время работает против монополий. Это очевидно любому, кто хотя бы начально знаком с символизмом знака Фодолея. Государства останутся еще долго. Но произойдет переориентация мирового бизнеса, то есть сращение государств с крупными корпорациями, специфичными для конкретной страны. Конец цитаты. Кстати, Константин Дороган прогнозирует возникновение и рост новой мировой валюты, что придет на смену доллару. Новая основная мировая резервная валюта со временем полностью искринит доллар, пишет Дороган. К тому же, уже вскоре, согласно прогнозу Дорогана, Евросоюз перестанет существовать как единая структура, разделившись на разные сорта государств, юридически будет все еще считаться общим. При этом он пишет, цитата, «Но и юридического выхода из него новых стран, кроме Британии, я тоже жду. Мы, наконец, добрались до начала того самого обещанного времени». Конец цитаты. Закат Европы уже произошел. Это больше не ориентир, не законодатель моды и тенденций. Это уже лишь воспоминания о хорошем управлении и рождении великих идей, давным-давно минувших дней. Идеология обанкротилась, и больше никто уже не возводит европейские страны на пьедестал почета. Скорее, они находятся на позиции отстающих от новых мировых тенденций и прогрессивного мироустройства современных дней. Все больше журналистов, философов, гениев, IT, ученых стремятся в Россию, чтобы развиваться вместе, приносить миру пользу и строить прогрессивный и светлый мир будущего. А это был последний прогноз астролога Константина Дорогана с рассказом о ближайшем будущем и главных перспективах мира на ближайшие годы. Спасибо, что посмотрели этот выпуск, и если он был для вас интересен, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы первыми быть в курсе того, что нас ждет. Давайте обсудим в комментариях, согласны ли вы с прогнозом Дорогана или уверены, что все будет не так. Напишите, что думаете о новом мировом порядке. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok